здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сделаем краткий обзор рынка пройдемся по тем же инструментом который я делал обзор последний раз это было во вторник фондовый индекс металл товарно-сырьевой рынок нефть газ валютный рынок индекс доллара евро фунт bitcoin эфир посмотрим те инструменты которые неплохо идут по плану некоторые инструменты пошли не по плану не сработали мы их обсудим дам дальнейшую перспективу напомню что у нас сегодня выход данных по сша аналитики ожидают консенсус водится к трем процентам за второй квартал если все-таки данные окажутся хорошие то скажем доллар возможно укрепиться но я как-то мало верится что прямо три процента будет рост хотя все возможно если ниже это будет говорить нам о том что если прям низко будет пахнуть так скажем кавычках рецессий вот даже и таким образом доллар будет ослабевать так как до конца года еще несколько не исключает аналитики понижение ставки еще на пол процента и есть заявление в следу на следующий год что тоже будут не один раз понижать ставки напомню еще выходили данные по доверию потребителей в сша данные оказались ниже 100 пунктов да то есть за прошлый месяц было выше 100 пунктов и на этом скажем доллар доллар ослабевал моменте и так вступление есть и так фондовый индекс s&p 500 прошлый раз говорил чтобы вы покупали данный индекс здесь в принципе неплохо неплохо была консолидация небольшая когда я записывал во вторник вот как раз вчера прям закрылись и сегодня утром прям идеальные точки входа на покупку дополнительные я бы так сказал сигналы поэтому кто ранее покупал я бы удерживал кто не покупал в принципе можно запрыгивать в этот поезд у нас есть куда расти напомню еще крупные компании сша байбеки да озвучивают большие суммы поэтому я думаю что эти компании будут тянуть фондовый индекс s&p и nasdaq поэтому покупаем покупаем стоп-лоссы понятно вот допустим вот здесь мне стоп-лосс понятен за за сегодняшние минимумы вот вот сюда да если уже будут ломать тут там уже нужно будет уже смотреть по факту конечно все возможно но пока мы под прорвали максимумы сейчас дорогу открыто прям к 6000 пунктов что касается nasdaq здесь аналогичная картинка прям аналогичная я говорил чтобы вы покупали у нас уровень 19 960 мы выше него закрепились про торговка хорошая модель очень хорошая по тренду тоже то же самое кто покупал я бы удерживал даже можно без убыток ставить и сейчас в принципе может можно тоже прыгнуть поезд кто ранее не покупал то есть принципе смп на знак я думаю что можно покупать стопы понятный за за вчерашние минимумы и здесь цель на 21000 пунктов как я ранее озвучивал я думаю даже выше мы должны уйти еще там конце если не забуду сделаю краткий разбор nvidia да там тоже есть принципе более-менее понятная картинка что касается металлов золото прошлый раз я говорил что уже как бы таких хороших прям точек хода на покупку нету просто пошли в рост и вот я на прошлой неделе в пятницу советовал золото покупать его здесь была хорошая точка входа ну с моей точки зрения сейчас я таких точек не вижу но в принципе у нас тренд восходящий и достаточно сильный пока признаков на разворот нету кто ранее не покупал можно ли покупать дальше золото с целью там 2 700 2 800 я в принципе за но я говорю это такие локальные точки входа вот вчера у нас был локальный уровень 2 650 вчерашний минимум пока мы выше него я бы покупал золото с короткими стоп лоссами там если перейти на часовой там фрейма там все указывает на ну есть небольшие такие модели локальные то можно по ним покупать но чтобы сказать хорошее накопление то его здесь уже нету дальше серебро вот по серебру я ошибся достаточно ну скажем как на стоп да вот я прошу раз выдвигал такую гипотезу с возможным разворотом серебра я пока ошибся сработал стоп лосс кто шортил и на текущий момент в принципе как и по золоту здесь я зарос тут пока мы выше 31 55 я зарос можно даже с текущих покупать со стоп лоссом за вчерашний минимум с целью 3250 и дальше вверх конечно существует тот еще сценарий о котором я ранее говорил если мы все-таки не будем обновлять 3250 и сегодня на новостях по ввп сша получим мощный импульс вниз каком случае допустим завтра в своем обзоре я или там следующем да получится я буду уточнение делать но пока вот эта авантюра который я себе отрисовал она была достаточно сильной авантюры потому что все указывало больше за рост и золото понятно я говорил что манги а серебро такой был эксперимент у меня с с разворотом он не получился дальше что еще не сработало это нефть не сработало ну как не сработало вот с прошлой недели я советовал покупать нефть и в принципе во вторник советовал покупать мы даже получили локальный рост но не получился тот рост который я бы хотел чтобы он больше был да мы получили так скажем небольшой рост всего там около двух долларов всех значений которые я начинал покупать там где выше там вообще меньше пошли и сейчас возможно мы эту тенденцию ломаем который я думала что она затянется вверх и дальше будем сильно падать я пока нефтью скажу так никаких советов давать не буду сам ее сейчас не торгую посмотрим как сегодня день закроется если прям мы мощно сильно выкупим то в таком случае мы дальше поговорим о нефти с возможным ростом в район там 75 и 78 и так далее но пока пока все очень сложно здесь у нас сильный тренд и была попытка словить скажем разворот пока она неудачная вот как-то вот так дальше по натуральному газу принципе прошла экспирация если смотреть фьючерс ранее напомню по натуральному газу получилось все шикарно напомним моего ранее активно покупали получили мощный мощный рост я я прошу рассветовал уже фиксироваться новых точек входа не дам поэтому вот кратко по натуральному газу пока ничего что касается валютного рынка вот здесь интересная ситуация я напомню что прошлый раз я говорил что я сижу покупках по евро доллару и говорил что нужно быть осторожным потому что здесь уже происходят какие-то моменты вчера снова скинули но пока по евро доллару я продолжаю находиться в покупках пока мы выше 111 я за покупки по данному инструменту с целью 115 ну там большие цели среднесрочные возможно выше мы пойдем поэтому кто ранее не покупал с текущих я бы покупал а вот если мы уже будем ломать 111 сегодня после выхода данных пвп если все-таки поломают то в таком случае я приму стоп лосс да то есть у меня стоп лосса стоят вот ниже вот этих минимумов и то есть это минимум и получается 110 70 то есть плюс минус вот 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 эти минимум да вот я здесь несколько раз покупал мы даже сегодня утром докупились по евро доллару посмотрим сможем ли мы сегодня к 1 12 снова подойти и сможем ли его пробить или будут поджатие на пробой и там напомню пятницу также писяй поэтому интересно интересно будет до конца недели что произойдет с евро долларом но пока я за ланги ставим стоп лоссы потому что если будем будем ломать в принципе все инструменты доллар вы достаточно сильно там австралийский доллар новозеландский канадский и так далее все достаточно сильно подросли евро в принципе и фунт могут любой момент скорректироваться но пока тренд и никаких прям сильных признаков на разворот я не вижу поэтому мы покупаем евро доллар есть принципе моменты по евро доллару которые говорят о возможном шарте тот же даже если так в двух словах индекс доллара вот вчера так хорошенько от купили и в принципе по индекс доллара я говорил что у нас ключевой уровень это 1075 да ну еще там можно взять так грубо говоря 101 пока мы ниже данного уровня я за шарты я думаю что у нас ну по идее должно быть очень мощное снижение по индексу доллара я думаю 99 599 пунктов мы можем до конца пятницы увидеть как минимум и по евро доллару прорыв один 12 там 1250 13 мы можем до пятницы увидеть да но со стоп лоссами потому что если это все ломается дальше происходит или какая-то небольшая коррекция или большая коррекция и чтобы вы не пересиживали в этом моменте поэтому евро доллар я за покупку индекс доллара я бы дальше шартил фунт доллар я здесь уже не торгую ну принципе неплохо показали рост но если вы там прям любитель фунт доллара то в принципе вчерашний минимум 133 133 10 это уровень поддержки выше которого я за покупки на здесь пока я за покупки но это уже я бы больше сказал вне рынка от не самое интересное из валютных пар это евро доллар для мне интересно дальше по рынку криптовалют здесь у нас я прошу разговаривал что я пока вне рынка по биткоину что я могу сказать вот ключевой уровень локальной поддержки это 62 500 пока мы выше данного уровня я бы спекулятивно покупал бы биткоина с каким-то посмотрим же какой рост будет если мы данный уровень будем проваливать то у нас пойдет тот сценарий которыми говорил еще снижение в район плюс минус 50 тысяч но пока мы выше 62 50 я за покупки со стоп лоссом здесь понятно смотрите как мы удерживаем вот этот уровень да то же самое что касается эфира локальный уровень поддержки две пятьсот пятьдесят выше данного уровня кто ранее не покупал я бы пробовал купить из со стоп лоссом ниже данного уровня мы еще с ребятами еще на прошлой неделе закупались вот здесь в районе две триста то есть пока сидим не докупались ничего вот так дальше ну в двух словах invidia вот что я думаю по нвидео у нас возможно здесь была неплохая позавчера . входа на покупку я не смотрел принципе я думаю что в ближайшее время мы будем возможно идти тестировать скажем исторический максимум районе 140 то есть учитывая смп nasdaq то есть в принципе я советовала смп nasdaq торговать но кто интересуется акциями то мне кажется что здесь дальше будет рост и здесь была неплохая точка захода об окончании вот этого вот этой коррекции такой волнисты напомню что даже недавно пошла снова информация один из директоров invidia тоже продал крупный пакет акций там я не помню на 200 или на 300 миллионов плюс-минус но у него была возможность такая и он ее зафиксировал прибыль ну в принципе разумно то есть все время держать и надеяться на какие-то исторические новые максимума в любой момент рынок может обвалиться и потерять кучу денег то же самое вот был пик 140 долларов потом в районе 90 долларов это процентном соотношении ты теряешь условно под 30 процентов если у тебя там 300 миллионов теряешь 100 миллионов большие деньги вот как то вот так хорошо на этом закончим будут вопросы пишите в комментариях возможно в ближайшее время сделай более такой подробный разбор по рынку криптовалют там есть много вопросов по рынку акций если интересно пишите акции в комментариях разберем их всем удачной торговли соблюдайте риск менеджмент пока